Приветики мои дорогие мучачесы, комрадосы, девчатасы. Очередной обзор продуктов, который я сегодня купила в Далласе, значит на 96-99. Группа говоря 97 долларов, округляем, получается 100. Итого, что было куплено? Арбуз, который я думала, что он американский, но на нем написано, что это продуктов Мексика. То есть это мексиканский арбуз. Да, Бордерс Мелон. Бордерс это граница, пограничный арбуз, короче говоря. Три лучка шалот. Арбуз был 5 долларов, чтобы вам сообщить. Органик клубника. Так, сейчас скажу, зачем был органик клубника. У нас 3,99, это в сезон. Мне только что кто-то в комментариях тыкал, что по полтора доллара. Ребята, по полтора доллара может обычная химическая клубника, но органик 3,99, грубо говоря, 4 доллара. Вот эта упаковочка. Здесь 454 грамма. Поэтому не надо мне совать свои полтора доллара за клубники. Ее такое не существует. По крайней мере, в Далласе нет. Может быть, она неорганическая. Я покупаю только органическую, потому что неизвестно, что там напихано. Баночка органической малины. Сейчас посмотрим, почем. Это будет Разбери. Разбери. Органик тоже 3,99. Значит, 3,99. Вот такая упаковочка малины. Гвакамоли. Огурцы вот такие тоже что-то 4 доллара. Сок такой один. Ну, по крайней мере, по-моему, он органический. И здесь намешано яблоко, апельсин, ананас, морковка, манго, пашин фрукт и лайм. Пашин фрукт – это страстный фрукт. 4 авокалины. Такая коробочка помидоров. И даже они не органик. Но и маленькие были только такие. Я хотела именно маленькие. Были органик бананы, но они были мягкие. Знаете, я в прошлом видео показывала. Я их не люблю. Пришлось брать неорганик. Бананы вылезли на... Значит, авокадо. Вот их 4 штучки было. 3,79. Что-то еще дешево. Гвакамоли. Каждого такого упаковка по 6 долларов. Если вы не знаете, что такое гвакамоли, напишите мне вопрос в комментариях. Я обязательно расскажу, как его делать. Очень вкусная. Текс-Мекс еда вообще мексиканская. Но техасцы приняли себе на вооружение. И все его едят в Техасе без гвакамоли. Просто не еда. И едят обычно гвакамоли с чипсами такими же мексиканскими. Вот мексиканский стиль чипсы. Значит, берете вот такой чипс. Обязательно должен быть корн. Это кукурузный. Вот этими чипсами макаются эти гвакамоли. Набираются вот так вот, как ложка. И едятся. То есть в Техасе такие гвакамоли просто... Ну, у меня тоже органик. Я беру только органик с морской солью. Вот эти гвакамоли в Техасе. И чипсы самый ходовой продукт. Значит, бананы у нас вышли на... Вот бананы. Ну, бананы вышли дешево. Доллар 13. Вот такая упаковка. Вот такие слайсы манго сушеные, натуральные. И бананы-чипсы. Сейчас скажу. По 5 долларов. 5 долларов. Это 5 долларов. Это я считаю, что это кусается. Такие же сушеные бананы в Краснодаре я брала. Большие упаковки в Вьетнам. Сделаны в Вьетнаме. По-моему, что-то... Ну, 100 рублей. Может, 150 рублей была упаковка. Очень вкусная. Тут, гляньте, сколько стоит. Обалдеть. Мороженое было на прораспродаже. Я его купила за... Так. Вот эти томаты, помидоры, 349. Упаковка. Мороженое. Ага. Были по 4 доллара баночка. В нем... Вот я взяла фисташковое. 473 миллилитров. Я взяла фисташковое. Я взяла с печеньками поломанными там. И классическое ванилло. Ванильное. Они были на распродаже. Этого мне вышло... Или они уже были со скидкой. У меня такое впечатление, что это уже со скидкой. 3,99. И скидка была 2,50. Без скидки они были бы больше 6 долларов. Ну вот. Ну все. Молодая картошка. 3 лука шалот. Ребята, 3 лука шалот. Мне вышло в 2,90. Вот этот вот 3 луковицы шалот. Шалот очень дорогой по какой-то причине у них. 2,90. И картошка. 2,82. Тут его, наверное... Ну, килограмма, наверное, нету. Я думаю, грамм 800. Ну, пусть килограмм. 2,82. Это молодая картошка. Ну, она не такая же молодая, но... Так. А, и минералка. 12,99. Это была минералка. У меня вот таких 3 упаковки. Да, и вот этот вот сок органический, вот этот, он был 3 доллара. Что-то я, наверное, неправильно сказала. 3 доллара. Это повезло мне. Еще было недорого, я бы сказала бы. Вот. Еще у меня был какой-то тут дискаунт был. И в итоге цена вышла на 96,93. Вот. Значит, я вам хочу сообщить, что, как вы слышите по моему голосу, нотки у меня нерадостные, да? Вот они сказали, что... Потому что у меня была карточка, кстати сказать, покупателя. 15,39 я сохранила. Если бы у меня не было это карточки покупателя, то ни хрена бы я не сохранила. У меня бы было бы это все уже больше 100 долларов, да? Вот. Вы понимаете, что голос у меня не очень радостный. Это моя третья поездка. Значит, сегодня вторник. Я первый раз ездила в субботу, потом я ездила в четверг. Вот вторник у нас заканчивается минеральная вода, заканчиваются все фрукты, заканчиваются авокадо, глакамоли, сок, мороженое. То есть я покупаю то, что у нас заканчивается. Что я докупила экстра? Это был арбуз. И вот эти вот сухие, как бы, снеки. Картошку съели, огурцы съели. То есть я ничего нового не купила, просто пополнила то, что покупала до этого. Значит, итого. Я в Америку прилетела 18 апреля. Сегодня, 30 апреля. Я сходила в магазин третий раз. Первый раз у меня было 193 доллара, грубо говоря, 200. Второй раз было 261. Итого 461. И сейчас 100. Итого 561. Это, значит, прошло чуть-чуть больше недели с тех пор, как я приехала в США. Еда вот эта вот, это все. Это просто на меня и на сына, потому что отец у нас на ранче сейчас живет. Вот. И минус два дня мы ели на свадьбе. И пятницу был ужин в ресторане с родителями жениха. То есть, два дня, три дня практически мы питались вне дома, да. И тем не менее, тем не менее, вот уже практически, значит, 461, 463 плюс 100, 563. То есть, грубо говоря, почти 600 долларов у нас на двоих за 8-9 дней ушло. То есть, в принципе, если питаться таким дальше темпами на месяц, то уйдет у нас около 2000 долларов на месяц. На двоих. Вот так. Ну, что я хочу сказать. То есть, смотрите, не считая ничего спиртного мы не брали, никакого вина, никакие жвачки здесь не включены, которые мелкие, знаете, такие там, допустим, кто-то курит, если они сигареты. Я у людей сегодня смотрю, что формулы стоят. Я сделала видео, сколько стоит формула. Формула на ребенка стоят вообще какие-то бешеные деньги. Это только на еду. Бензин я заправляла бак. Неделю назад ушло где-то 80 долларов за бак. И помыть машину с детейлингом, то есть, побрызгали внутри спреем, попылесосили и повытирали все, понатирали детали машины. Самый дешевый детейлинг был 75 долларов. Мне больше не надо было, потому что машина в хорошем состоянии. Диларшип, в принципе, ее помыл и внутри попылесосил. Но они деталинг делают, снова перемывают с какими-то минеральными шампунями и натирают лосьонами всякими машинами. И того-то было 75 долларов натереть машину. В общем, ребята, я нахожусь 8 дней, 9 дней в США. И я уже потратила больше 1000 долларов. Только на питание и на помывку машины, на заправку. Ну, вот все, что я хочу вам сказать. Что больше 1000 долларов у меня нет уже за неделю. Это не платя никакие счета. Это только на питание заправить машину и, ну вот, помыла я машину, да. Я не говорю там еще за страховку на машину, за какие-то там электричества, там, да, какие-то телефонные, телефонные счета. Телефонный счет пришел, кстати, так и сказать, 73 доллара на муки мобил. Обычно я плачу 53, но мне пришлось из России звонить, переключать электричество со старой квартиры, сына на новую квартиру. У меня содрали еще за звонки международные дополнительно. Потом еще был расход на... Не помню, на что. Ну, перевозили сына, это оплатил муж. Там тоже около 1000 долларов стоило, ребята, перевести с одной квартиры в другой, ехать 5 минут от старой квартиры до новой. Не больше. 5 минут. С одной стороны хайвэя переехали на другую сторону хайвэя. 5 минут ехать, упаковывать, завести грузовик, перевести 1000 долларов. Кстати, сын сказал, что все были с Восточной Европы ребята, и все были нелегалы. Он с ними совсем разговаривал, он говорит, еле-еле говорили на русском, и он у них спросил, как они здесь, они сказали, что они через границу перешли нелегально. Вот такая вот веселая жизнь. И все. Вот записываю вам это видео с очень грустными мыслями на тему, если бы я здесь оставалась жить, то сколько бы мне обошлось здесь только питаться и заправлять машину, допустим, ехать на работу с работой. То есть, если 2000 долларов у вас уходит на двоих на питание в месяц, плюс туда-сюда поездить на работу, плюс толтаги на машину туда-сюда, где-то 200 долларов уходит на толтаги. Это вот когда вас сдирает, платная дорога сдирает с вас фи. о том, что все счета за электричество, за газ, квартплата, ну вот я говорю, что квартира стоит на полторы тысячи долларов, он снимал в начале марта, уже эта квартира стоит 2000 долларов, добавьте. Вот, медицинская страховка, налоги и зарплаты, стрижка, например, там, стоматологи, больницы, медицина, я уже вообще не считаю. Нереально, нереально стало дорого жить в Америке. Раньше 100 долларов, это надо было так, ходить покупать, чтобы на 100 долларов вы в корзинку набрали, я не знаю как. А тут вот вообще ничего из 100 долларов. Кстати сказать еще, я зачем очень сильно скучаю из России, банковская система. Мой сын потерял карточку мою кредитную, которая пришла по почте. Он мне прислал фотографию этой карточки, новая карточка, банк меняет, когда этот экспорейшн происходит, карта заканчивается, меняется на новую. Он ее получил по почте, мне прислал фотографию, что пришла карточка. И он ее потерял благополучно, чему я не удивляюсь, он очень рассеян, я даже не удивляюсь, что он ее потерял. И я заказала в банке новую карточку, они сказали, что ждать мне придется ее 7 дней. Но это думаю, что 7 дней это вряд ли, это хорошо, что если через 10 дней ее доставят просто обычным письмом в конверте, никто вам ее домой не привезет. Здесь я только, если потеряла карточку, заказала, мне на следующий день Альфа-банк курьер приехал, привез ее домой. Ну вот все, что я хочу сказать. Вообще ничего приятного. Не дождусь, когда я уже уеду. Жду, когда закончится семестр, чтобы вместе с ним улететь в Россию. До следующего видео. Если есть какие-то вопросы, пишите. Вот. А я с тяжелым сердцем пошла эти 100 долларов распихивать в холодильник. Всем пока. Продолжение следует...